Число гостей Венсплса в летнее время достигает десятков тысяч человек, что в разы больше количества постоянных жителей города. Сочетание чистого воздуха, хвойного леса, красивых пляжей – все это делает Венсплс курортным городом. В Венсплсе врачебный бизнес не шел. Причиной тому были хороший воздух, благоприятные климатические условия. Люди просто не болели, не ходили к врачам, а значит, врачам нечего было делать. Первое лечебное заведение, которое использовало морской воздух и лесную терапию, находилось на берегу моря между Венсплсом и Сталзеном. Давно уже смыло в море лечебное учреждение, которое носило всероссийский масштаб. Здесь был детский костно-туперкулезный санаторий. Лечебный курс длился несколько месяцев, а то и годы. Основным лечением было лежание в кроватях на свежем воздухе в сосновом лесу. От станции и до туберкулезного санатория ходил лошадиный трамвай, который остался единственным трамваем в истории Венсплса. Стоит отметить, что железная дорога в Россию дала огромные возможности роста Венсплсу. В порт заходило всё больше кораблей, строились перегрузочные терминалы, элеваторы, и число жителей стремительно росло. Рост Венсплса с 1900 по 1970 годы можно сравнить только с Америкой. Когда там была золотая лихорадка, построили через всю Америку железную дорогу, перестреляли бизонов, города там росли просто как грибы. Так же было и в Венсплсе. После Первой мировой войны оборудование этого санатория были эвакуированы, а само здание смыло волнами Балтийского моря. Наступило время, когда море подошло так близко, что уже в 20-е годы приняли решение, что здание санатория надо сносить. Его снесли, и сейчас в воде находится уже и сам фундамент. В поисках следов этого первого санатория в Венсплсе вернёмся на пляж. Во второй половине 19 века Венспл стал городом, в который господа приезжали на купание. Загорать и лежать на солнце тогда не было модным. Тогда было учреждение с тёплыми лечебными ваннами. Как мы видим, это было на побережье в конце улицы Мэдню. Было такое здание барачного типа. Внутри были ванны с подогретой морской водой. Можно было там полежать в то время, когда в море купаться было некомфортно. В 1939 году открылся санаторий у пруда Курова. Это здание до сих пор стоит, хотя ни пруда, ни красивого парка вокруг больше нет. Архитектором города в то время был Валдемар Фейзакс. Он создал этот проект в 1937 году. Город получил деньги, и было построено это здание. Там было несколько десятков ванн, была благоустроенная окружающая среда. Было много саженцев в роз, бесконечное множество сортов сирени. В Энтене называли это место «домом тёплых ванн». В прошлом веке, так же, как и сегодня, были актуальны СПА-процедуры. И порой лето было слишком коротким. Поэтому здесь, в морской воде, можно было погреться и в плохую погоду. В наше время Венспласс возвращается к идее санаториев. Лес, парки, море – всё это влияет на выбор места, где провести отпуск. В какой же форме Венспласс решил возродить санатории? Форма, по нашему мнению, должна предусматривать сотрудничество самоуправления с частными инвесторами. Около 70% клиентов СПА-центра местные. Не только горожане, но и жители всего региона – Талс и Кулдыга, но Лепа и немного далековато. Лучшими из восьми мест для лечебных ванн в Венсплассе считаются два. Одно – в конце улицы метро, в сосновом лесу, а второе – недалеко от главного входа на Венспласский пляж. Мы находимся сейчас на одном из этих мест. Можно его назвать парком, но больше это сквер. Инвесторы говорят, что здание должно быть самое малое восьмиэтажным, потому что одна из ценностей – это вид на море. Но это все в ведении частного инвестора. Мы, как самоуправление, в это не вмешиваемся. Если таковой проект будет, он должен реализоваться в этот период финансового планирования до 2020 года. Сейчас Венспласс работает в направлении возрождения этой сферы, чтобы и жители, и гости города могли с удовольствием и пользой проводить время в Венсплассе.